МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Алексей Николаевич. Привет. Говоря о самых значимых спортивных событиях 2019 года, мы в первую очередь вспоминаем Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, в которой принимали участие студенты Казанского федерального. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, Всемирная универсиада зимняя у нас на территории России проходила впервые. Не только для наших студентов попадание на эту универсиаду было значимым, но и это был праздник для всех студентов всей России. То, что у нас попали не один человек, а пять человек, к сожалению, именно в одном виде спорта. Но в любом случае мы рады, что наши девочки приняли участие. У них получилось завоевать медали, пусть они бронзовые, но они для нас, для наших студентов с отливом золота. По синхронному катанию? Да, наши девочки приняли участие по фигурному катанию на коньках синхронному. Очень рады, что они не остановились на заслугах в данной медали и продолжали дальше тренироваться и принимают участие в настоящее время на крупных турнирах. К сожалению, на данные мероприятия отбирались и не отобрались у нас лыжники, спортивном ориентировании. Но в любом случае для Республики и для России наши студенты принесли огромную пользу, внесли огромный вклад в медальный зачет. Говоря об универсиаде, мы хотели бы напомнить то, что сейчас телеканал Матч ТВ запустил плэшмоб факел универсиадов, в котором могут принять участие все желающие студенты вузов. Все просто. Запиши видео, как ты круто занимаешься спортом, обязательно представься и укажи свой вуз, и выложи в любую социальную сеть с хэштегом факел универсиада. Итоги подведут 25 января, а лучшие ролики будут показаны в прямом эфире программы «Все на матч». Программа «Неделя спорта» также не осталась в стороне. Наш корреспондент решил принять участие в данной акции и поборолся за символ универсиады 2019 года. Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Евгений, я студент первого курса КФУ факультета телевидения. И сегодняшнее зимнее, январское, на удивление снежное утро, я проведу с пользой, потому что ЗОЖ – это наше все. Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Алексей Николаевич, давайте поговорим о достижениях нашего спортивного клуба «Казанские Йоубарсы» и остановимся подробнее на Всероссийском фестивале студенческого спорта «Наш выбор – спорт», который проходил в Казани в начале лета. Как проходил вообще фестиваль и какого результата добились наши Йоубарсы? Прежде чем говорить вообще о фестивале, нужно, наверное, немножко вернуться раньше и начать с того, как наши представители студенческого спортивного клуба вообще добыли путевку и приняли участие в Всероссийском финале. Внутриузовский этап чемпионата СССР, он стартовал не в 2019 году, а еще в 2018 году. Очень отрадно и с гордостью хотели бы отметить, что наши представители студенческого спортивного клуба «Казанские Йоубарсы» в этом году вошли в число лучших по организации внутривузовского этапа чемпионата СССР. Один из проектов и именно турниров – это Кубок университета по мини-футболу. Он был признан на всероссийском уровне, очень рады мы. И в связи с тем, что представители нашего спортивного клуба провели очень насыщенно, отлично внутривузовский этап, многие команды, многие представители нашего клуба получили прямые путевки на всероссийский финал. Мы очень рады, что большое количество студентов, мы стали одной из многочисленных делегаций на данном фестивале. Огромное спасибо хотели бы выразить именно Ассоциации студенческих спортивных клубов России за подобный проект такого уровня и масштаба, наверное, я думаю, это впервые проходил. И очень радует то, что, да, мы не стали победителями в отдельных видах, но вошли в призеры. Но по итогам всего фестиваля стоит еще раз вспомнить, еще раз отметить, что именно студенческий спортивный клуб «Казанский лбарс» стали победителем всероссийского фестиваля «Наш выбор – спорт», который проходил в Казани. Поздравляем ребят, надеемся, что в дальнейшем они также проявят себя и покажут высокий результат. В рамках фестиваля проходил еще дополнительный турнир, это клубный турнир. В таком формате он проходил впервые. Это был как отборочный этап клубного турнира «Дивизион Запад». По итогам отборочного турнира наш студенческий спортивный клуб занял четвертое место, где получил право принять участие в основном финале, который прошел в сентябре в Москве. Очень рады, что все-таки наши ребята, наша команда смогли подготовиться, показали очень хорошие результаты. В итоге мы стали победителями этого клубного турнира. В таком формате мы впервые. А если смотреть вообще всероссийские клубные турниры, то стоит отметить, что мы единственный спортивный клуб в Республике Тарстан, может быть, даже и в России, который выигрывал уже три раза подобный клубный турнир российский. В рамках празднования 215-летия со дня основания Казанского университета у нас проводилось множество спортивных мероприятий. И расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Про спортивные мероприятия, приуроченные к 215-летию, можно в большей степени отметить именно при поддержке студенчика спортивного клуба Казанские Лубарсы, Федерации Чизбола Республики, Инженерного института Казанского федерального университета был впервые проведен всероссийский чемпионат по Чизболу. Этот вид довольно интересный, он очень доступный. Надеемся, в будущем для развития и популяризации здорового образа жизни и развития физкультурной работы в вузах данное направление будет развиваться и войдет в число любимых для студентов российских вузов. Очень интересный вид. Мы рады, что именно на базе Казанского университета прошел первый всероссийский турнир. Надеемся, что дальше он будет традиционный и будет развиваться в масштабах не только России, но, может быть, и за пределы. Также, говоря о мероприятиях, посвященных в 2015-летие со дня основания Казанского университета, стоит отметить и товарищеский матч по хоккею, который прошел между командой Казанские Убарсы и командой Банка Акбарсбанк. Как вообще проходил матч? Расскажите об этом подробнее. Данный матч вошел в число спортивных мероприятий, которые приурочены к 215-летию. Спасибо нашему руководству, нашему университету, что дали возможность именно нашей хоккейной команде при полных трибунах сыграть яркий зрелищный хоккей. Спасибо Акбарсбанку, что изъявили желанием принять в таком мероприятии участие. Ну и для команды было впервые подарено сертификат на приобретение новой спортивной экипировки, на которой мы с радостью нанесли логотип нашего партнера и в дальнейшем будем использовать его на своих мероприятиях. Очень рады, что данный матч посетило большое количество болельщиков. К сожалению, трибуны не всех сумели разместить. Но в любом случае, те, кто пришел на данное мероприятие, на данное шоу, не пожалели и посмотрели, что же такое хоккей, студенческий хоккей. В октябре в Сочи проходила спартакет студенческой молодежи по игровым видам спорта, волейбол, настольный теннис и бадминтон. Как показались себя на данном мероприятии казанские у Барса? На данном мероприятии мы принимаем участие не первый раз. Да, именно на территории России в городе Сочи мы поехали впервые. До этого мы принимали в данной спартаке участие на территории Белоруссии. За последние три года ребята принимают участие в разных видах спорта, в зависимости от того, как смогут пройти отбор. Радует, что наш спортивный клуб по рейтингу в России находится на лидирующих позициях и нам дают возможность принять участие в подобных мероприятиях. Спартакеаду молодежного государства России и Белоруссии осенью, которая прошла в городе Сочи, у нас приняла участие команда по настольному теннису, по подбинтону. Очень рады, что в упорной борьбе наши ребята проявили характер. Пусть в подбинтоне у нас не было призовых мест личных, но команда смогла выйти на второе место, занять достойное место, проиграв только представителям города Москвы. В настольном теннисе у нас стоит отметить, что в личном зачете у нас здесь медаль появилась Шакура Анастасия, студентка Института международных отношений, заняла третье место в личном зачете, а в командном первенстве у нас наша команда, так же, как и подбинтонисты, заняла достойное второе место, проиграв только Белорусскому госуниверситету. С этим мы еще раз можем поздравить представителей нашего студенчика спортивного клуба, и в дальнейшем, думаю, будем сотрудничать с ассоциацией студенчика спортивного клуба и попробуем отобраться на подобном мероприятии, а может быть, и даже побороться на международном уровне. В плане результативности, как вы вообще оцениваете 2019 год для казанских юлбарсов и какие у вас планы уже на новый 2020 год? Ну, если говорить про казанские юлбарсы, 2019 год очень был плодотворный, очень значимый на победы, на достижения, как в количественном, так и в качественном плане. Надеемся, что в 2020 году не станет исключением, будем двигаться вперед, выше. Ну, если смотреть спортивные результаты, да, наверное, нам тяжело, в настоящее время у нас все меньше приходит именно спортсменов-профессионалов, мастеров спорта, но в любом случае мы боремся, мы Казанский университет, и поэтому, я думаю, у нас все получится, и будем добиваться высоких результатов дальше. Какие значимые спортивные мероприятия нас ожидают в ближайшее время? Ну, в ближайшее время у нас традиционный, это спорткиад для сотрудников, спорткиад здоровья, который уже стартует в эту пятницу, соревнования по настольному теннису. После этого мы запланировали проведение внутривузовского этапа чемпионата ССК, это будет отборченным этапом на всероссийский финал, который пройдет в мае. Пока неизвестен город, но в любом случае мы данный проект поддерживаем, надеемся, что наши команды, наши студенты примут максимальное участие в данном проекте. Стартует у нас внутривузовский этап в феврале месяце, до 10 марта мы планируем завершить все отборчные этапы для того, чтобы отправить все документы в Москву и участвовать в конкурсе для получения путевки. Да, в этом году мы подали заявку для участия в промо-турнирах, это новые турниры, которые проводятся впервые, это соревнования по легкой атлетике, эстафета по подвинтону и по женскому мини-футболу. Для нашего университета эти виды не новые, студенты хотят принимать участие в этих турнирах. Надеемся, что максимальное количество участников примут участие для того, чтобы полноценно могли сделать отбор и сильнейшие наши спортсмены смогли представить наш студенческий спортивный клуб, наш вуз, нашу республику на всероссийском финале. Спасибо большое, Алексей Николаевич, что посетили нашу студию. Мы желаем успехов и новых побед казанским юлбарсам. Спасибо. Вот такими яркими спортивными событиями был наполнен 2019 год. А впереди нас ждет еще много интересного. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универтв». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»